Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы продолжаем слушать сказку приключения барона Мюнхгаузена «Куропатки на шомполе». О, находчивость! Великая вещь! Как-то мне случилось одним выстрелом подстрелить семь куропаток. После этого даже враги мои не могли не признать, что я первый стрелок на всем свете. Что такого стрелка, как Мюнхгаузен, еще никогда не бывало. Дело было так. Я возвращался с охоты, истратив все свои пули. Вдруг у меня из-под ног выпорхнуло семь куропаток. Конечно, я не мог допустить, чтобы от меня ускользнула такая отличная дичь. Я зарядил мое ружье, чем бы вы думали, шомполом. Да, обыкновеннейшим шомполом, то есть железной круглой палочкой, которой прочищают ружье. Затем я подбежал к куропаткам, вспугнул их и выстрелил. Куропатки взлетели одна за другой, и мой шомпол проткнул сразу семерых. Все семь куропаток свалились к моим ногам. Я поднял их и с изумлением увидел, что они жареные. Да, они были жареные. Впрочем, иначе и быть не могло, ведь мой шомпол сильно нагрелся от выстрела, и куропатки, попав на него, не могли не изжариться. Я сел на траву и тут же пообедал с большим аппетитом. Лисица на иголке. Да, находчивость самое главное в жизни, и не было на свете человека находчивее барона Мюнхгаузена. Однажды в русском дремучем лесу мне попалась чернобурая лисица. Шкура этой лисицы была так хороша, что мне стало жаль портить ее пулей или дробью. Немедля, ни минуты я вынул пулю из ружейного ствола и, зарядив ружье длинной сапожной иглой, выстрелил в эту лисицу. Так как она стояла под деревом, игла крепко пригвоздила ее хвост к самому стволу. Я не спеша подошел к лисице и начал хлестать ее плеткой. Она так ошалела от боли, что, поверите ли, выскочила из своей шкуры и убежала от меня нагишом. А шкура досталась мне целая, не испорченная ни пулей, ни дробью. Слепая свинья. Да, много бывало со мною всяких удивительных случаев. Пробираюсь я как-то раз через чащу дремучего леса и вижу. Бежит дикий поросенок, совсем еще маленький, а за поросенком большая свинья. Я выстрелил, но, увы, промахнулся. Пуля моя пролетела как раз между поросенком и свиньей. Поросенок завизжал и юркнул в лес, а свинья осталась на месте, как вкопанная. Я удивился, почему и она не бежит от меня. Но, подойдя ближе, я понял, в чем дело. Свинья была слепая и не разбирала дороги. Она могла гулять по лесам, лишь держась за хвостик своего поросенка. Моя пуля разорвала этот хвостик. Поросенок убежал, а свинья, оставшись без него, не знала, куда ей идти. Беспомощно стояла она, держа в зубах обрывок его хвостика. Тут мне пришла в голову блестящая мысль. Я схватил этот хвостик и повел свинью к себе на кухню. Бедная слепая покорно плелась вслед за мною, думая, что ее по-прежнему ведет поросенок. Да я должен повторить еще раз, что находчивость — великая вещь. Как я поймал кабана? В другой раз мне попался в лесу дикий кабан. Справиться с ним было гораздо труднее. У меня даже ружья с собой не было. Я бросился бежать, но он помчался за мною, как бешеный, и непременно проколол бы меня своими клыками, если бы я не спрятался за первым попавшимся дубом. Кабан с разбегу налетел на дуб, и его клыки так глубоко вонзились в ствол дерева, что он не мог вытащить их оттуда. «Ага, попался, голубчик!» — сказал я, выходя из-за дуба. «Погоди, теперь ты от меня не уйдешь!» И, взяв камень, я стал еще глубже вколачивать в дерево острые клыки, чтобы кабан не мог освободиться, а затем связал его крепкой веревкой и, взвалив на телегу, с торжеством повез к себе домой. То-то удивлялись другие охотники. Они и представить себе не могли, что такого свирепого зверя можно поймать живьем, не истратив ни единого заряда. Необыкновенный олень! Впрочем, со мною случались чудеса и почище. Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил по дороге. И вдруг прямо передо мной олень, стройный, красивый, с огромными ветвистыми рогами, а у меня, как назло, ни одной пули. Олень стоит и преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружье не заряжено. К счастью, у меня осталось еще несколько вишен, и я зарядил ружье вместо пули вишневой косточкой. Да-да, не смейтесь, обыкновенной косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновение он скрылся в лесной чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем позабыл об истории с вишневой косточкой. Каково же было мое изумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул великолепный олень, у которого между рогами росло высокое развесистое вишневое дерево. Ах, поверьте, это было очень красиво. Стройный олень и на голове у него стройное дерево. Я сразу догадался, что это дерево выросло из той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей. На этот раз у меня не было недостатка в зарядах. Я прицелился, выстрелил, и олень замертво грохнулся на землю. Таким образом, с одного выстрела я сразу получил и жаркое, и вишневый компот, потому что дерево было покрыто крупными спелыми вишнями. Должен сознаться, что более вкусных вишен я не пробовал за всю свою жизнь. Волк наизнанку. Не знаю, почему, но со мною часто случалось, что самых свирепых и опасных зверей я встречал в такую минуту, когда был невооружен и беспомощен. Иду как-то лесом, а навстречу мне волчище. Разинул пасть и прямо на меня. Что делать? Бежать? Но волк уже набросился на меня, опрокинул, и сейчас перегрызет мне горло. Другой на моем месте растерялся бы. Но вы знаете, барона Мюнхгаузена, я решителен, находчив и смел. Ни минуты, ни медля я засунул кулак волку в пасть, и, чтобы он не откусил мне руку, всовывал ее все глубже и глубже. Волк свирепо глядел на меня. Глаза его сверкали от ярости. Но я знал, что если я выдерну руку, он разорвет меня на мелкие части. И потому бесстрашно всовывал ее все дальше и дальше. И вдруг мне пришла в голову великолепная мысль. Я захватил его внутренности, крепко рванул и вывернул его, как рукавицу, наизнанку. Разумеется, что после такой операции он замертво упал к моим ногам. Я сшил из его шкуры отличную теплую куртку, и если вы не верите мне, охотно покажу ее вам. Бешеная шуба. Впрочем, в моей жизни бывали события и пострашнее, чем встреча с волками. Как-то раз в Петербурге за мной погналась бешеная собака. Я кинулся от нее со всех ног. Но на плечах у меня была тяжелая шуба, которая мешала мне бежать. Я сбросил ее на бегу, вбежал в дом и захлопнул за собой дверь. Шуба так и осталась на улице. Бешеная собака накинулась на нее и стала кусать ее с яростью. Мой слуга выбежал из дому, поднял шубу и повесил ее в том шкафу, где висела вся моя одежда. На другой день, рано утром, он вбегает в мою спальню и кричит испуганным голосом. «Вставайте, вставайте! Ваша шуба взбесилась!» Я вскакиваю с постели, открываю шкаф, и что же я вижу? Все мои платья разорваны в клочья. Слуга оказался прав. Моя бедная шуба взбесилась, так как вчера ее искусала бешеная собака. Шуба яростно набросилась на мой новый мундир, и от него только лоскутки полетели. Я схватил пистолет и выстрелил. Бешеная шуба мгновенно затихла. Тогда я приказал моим людям связать ее и повесить в отдельном шкафу. С тех пор она уже никого не кусала, и я надевал ее без всякой боязни. Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео!